В городе Каменской Днепропетровской области телохранители нардепа Дмитрия Яроша устроили разборки с таксистом. Разгромили машину, избили водителя, а его коллеги прострелили ноги. Что вызвало такой гнев охранника, знает Елена Миндалюк. Это произошло во дворе жилого дома по улице Медицинской в городе Каменской. Таксист получил заказ и привез сюда трех пассажиров. Рассчитываясь, парни решили проверить водителя на патриотизм. И когда он не ответил на слова «Слава Украине», начали битами крушить машину. Водитель позвал на помощь коллег. Таксисты пытались успокоить хулиганов, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил. То, что во дворе было много людей, в том числе и дети стрелка, не остановило. Пули калибром 9 мм попали таксисту в ноги. Он едва не стек кровью. На правом бедре ранение с повреждением сосудистонервного пучка и артерии. На левой ноге кровой перелом левой большеверцовой кости. В настоящий момент состояние больного стабильно тяжелое. Сознание адекватен, все помнит. Он никак не представлялся. Он в алкогольном опьянении был. Он даже ничем не показывал. Он сразу в меня начал стрелять. Он был лисый. Если я его, ну, увижу, я его узнаю. Лисый высокий. Среднего роста где-то метр семьдесят шесть. Одному из нападавших удалось бежать. Двоих задержали полицейские. У одного из них нашли удостоверение личного телохранителя народного депутата Яроша. Роман Малисевич родом из Прикарпатия. Более десяти лет проработал в райотделе в милиции инспектором. В прошлом году, в августе, как раз накануне переаттестации, уволился по собственному желанию. Якобы из-за болезни. Бывшие сослуживцы говорят, Малисевич всегда был адекватным. Малисевича уже отпустили. По версии правоохранителя, стрелял не он, а напарник. Известно, что он тоже не местный 67-го года рождения. В этом доме стрелок и его друзья около полугода снимали квартиру на втором этаже. Сегодня здесь никого. Сам Ярош ситуацию на камеру не комментировал. Он где-то тут с адвокатами занимается этим вопросом. Дмитрий Ярош признает, что это его люди. Он от них не открещивается, как в народе принято говорить. Он сказал, что кто виноват. Вина будет доказана. Избрать меру пресечения задержанному должны в течение 72-х часов. Но вот надолго ли задержится он в СИЗО? И будут ли отвечать его подельники, которые сейчас на свободе? Вопрос. Елена Мандрюк, Жанна Дучак, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер.